Всем привет, это Туб Солнечный, Талин, правда? Я-то посмотрю, если открыта кафешка. Как что-то булок сладкий закатилось, так давно я булки не ела. Машинки стираю. Смотрите, интересно, вода высохла, нет? Или ее вытерли? Неудобно, если ее вытерли. Видите, как, смотрите. Уже симпатичные, да? Травы больше зеленые. Там надо разобраться с тем горшком, он не прижился цветок. И вот эту вот пальму, кто-то, видно, из дома выкинул, из своего дома выставил. Но зато все политое. Несмотря на милое лечо, танцовую без левчика, я танцовую без левчика. Смотрите, какие красивые волосы. Ну, чего? Девочки. Лишь бы к чему-то придраться. Красивый артист, симпатичный. Бедный артист, брошенный. Это в кафешку. Она у меня здесь через дорогу, поэтому я только сюда и хожу. Может кто-то супер вынес, молодцы. Не дожидается завтрашнего дня. Девочки, что же вы со мной делаете? Слушайте, мне все делают комплименты, когда я выхожу в этом платье. Там у меня, кстати, пуговица отлетела. Чао. Чао, Марина. Чао, чао. Не знаю, даже как у меня все знают. Ой, короче, не знаю. Это ложите чулку на бок. Действительно, я читаю комментарии. Я же ведусь на все это. Как малолетка. Боже, как хорошо сегодня на улице ветерочек после дождя. Я думала, жара будет такая. Если бы сегодня было солнце, не было ветра, мы бы тут умерли все. Два дня дождей, представляете? И там кто-то написал, кстати, что нельзя бегать с телефоном включенным. Ну, я же на камеру снимала влог. Не на телефон я снимаю. Я не знала, даже не додумалась. Нельзя. У нас, кстати, так что я пью. СТТ пью. Капучино я не пью, потому что что-то я боюсь. И две булки у меня. Один вот такой вот пирожок, пирожка. Сливки и фрукты. Видите, какой красивый. А это с яблоком. У нас девочка, 27 лет, погибла. Попала в этот, который засасывает. Это вот спираль. Ураган или как он называется. Вышла из дома за сигаретами. Думала, что обыкновенная летняя грыза. Села в машину, поехала. И на дороге пыталась она, кстати, спрятаться. Пыталась она, кстати, прятаться. Сказали, что она там машину уводила куда-то к камышам. Ничего не помогло. 27 лет, девчонки. Такая девочка красивая, царство небесное. А другой случай был где-то недели три назад. Как раз, когда были дожди, мальчик из дома, как я поняла, мальчик из дома не хотел выходить никуда. Он типа живет, вот как этот дом жилой. Например, это же бар. Бар у нас называют, кафе. А на втором апартаменте, где они жили с семьей. И он еще маме говорит, что никуда идти не хочется, ничего нет. Друзья пришли. Выходи, выходи. Попьем кафе. Видно, вышел. Наверное, предложили. Поехали прогуляемся. Под дождем. Романтика. Музыку в машине включили. Подъехали к морю. И волной морской засосала машина. Все три мертвые. Это все баканы. Они выпечки много не берут. Вот у меня там спрашивали за выпечку. Они не берут много. То есть они берут там два таких, три таких. Они уже знают какие у них ходовые. Знают свое количество клиентов. И не набирают, чтобы это не оставалось. Давно этому бару здесь лет. Здесь раньше хозяева были ее мама и папа. У нее мама не итальянка. У блондиночки. Ну, у этой женщины. Потом папа умер. И мама вот старенькая, сейчас дома. У них хозяйство. Вот работает она со своим парнем. Ну, мужик. Чертешу. С бутылкой ношу. А по-другому. Так, девчонки, мальчики, мужчины. Машем всем пачками. Девчонки, честно говорю, огромное спасибо за донат. Сегодня посмотрела. Кто скидывал, написали на команд, на ремонт. Ты лучшая. Огромное спасибо вам. Огромнейшая. Дима какой-то студент, мальчик мой писал. Я бедный студент. Типа, ну это вам. Огромное спасибо. Огромнейшее спасибо. Слушайте. Значит, давайте поговорим с вами серьезно. Серьезная и самая серьезная тема на моем канале. Это не разводы. Не бывшие мужья. Это... Это девочки, мальчики, мужчины. Шкафы. Значит, так. Что мы делаем со шкафом? В мою комнату я покупаю, как вы настояли, шкаф купить. Соответственно, стенку, которую подарил мой папа, которую я уже переделывала. То есть она там была задником. На моих старых видео, кто видел, да, там был такой серый зад. Она, кстати, стоила там штука 700 в эти времена. Я еще ее потом разъединила всем. В общем, вы меня уговорили на шкаф купе. Почему не в детскую комнату шкаф купе? Я не хочу заставлять им стены. Красивую желтую стену девочкам не хочу заставлять. Кто писал под угловые шкафы, которые поставить в угол, где окна, правильно, там написала другая женщина, что типа не ставьте, у вас будет плесень, потому что у нас влажность. Правильно. Огромные эти шкафы не подойдут. Я шучу. Ладно, давайте не будем это все. Просто я уже решила, что я там себе начажу. Я, конечно, знаю, что это будет, что попало, но... Не всегда же о любви говорить. Чего о ней говорить? О ней все сказано. Набирайтесь терпения, девчонки, потому что на этой неделе тема со шкафами. Дай Бог Карлосу здоровья, Картосу, чтобы он меня не подвел. Я ему пообещала ужин, если он мне поможет все перевесить. Я буду положительная, буду улыбаться, снисходительная. Назову его даже котенок. Так что смотрите мои влоги к концу недели, потому что я его буду называть котенок. За то, что он мне помог. Боже, какая меркательность. Я как-то сажусь с вами разговаривать, у меня постоянно чешется нос. Боже, это какой-то ужас. У меня без видеокамеры нос не чешется вообще. Вообще говорят, что когда чешется нос, артист брешет. Кстати, вот этот пирожок, он с яблоком, но его даже не чувствуется. Видите, какой тоненький-тоненький слой. Я бы тлюмени с удовольствием сейчас выпадала. Завтра-то надо холодильник затаривать. Позвонить девочке, студентке. Или сбросить ей на WhatsApp фотку вот этого шкафа, который под моим низом. Сверху в моей комнате, которая внизу стоит. Сверху в моей комнате, которая стоит внизу. В моей комнате, которая по низу стоит. Спросить нужно ли ей. Если нет, если пацан не уехал, который стул просил кухонный позвонить сюда. Чуваку. Все замерить. Электрик мне звонил. Нет, ну это, конечно, не то, что там он... Знаете, вообще, мне кажется, он меня боится, мне кажется. Мне кажется, он... Карл говорит... Я смотрела в Инстаграме, ну, в руки твоего занятия, но это очень классно. Говорит, такая женщина, как ты, одна. Говорит, это что? А что что? Сидел бы, думаю, стирали бы тебе, убирали бы тебе. Ну, варил бы ты сам себе эти 10 литров макарон, 10 килограмм. Ну, перевешивал бы. Иногда бы перевешивал шкафчики с места на место. Господи, да любой мужик скажет, боже, я согласен перемешивать шкафчики, чем покупать норковые шубы. Не те, что норковые шубы просят, а те, что бриллианты просят. Просят перевесить шкафчик с одной стороны в другую, в другую комнату. Ой, что я сейчас, наверное, придумала там, намерила я сегодня, я не знаю, как это будет смотреться. Где Петя, я не знаю. Надо Пете будет, кстати, написать, что он там, как, когда он будет приехать назад. Я там с двумя мужиками познакомилась, ну, итальянцы делают ремонт. Я говорю, типа, сколько вы стоите, типа, у вас же, типа, 100 евро, говорю, рабочий день. Он только сразу, ну, нет, надо прийти, посмотреть, мы можем договориться с тобой. Ну, типа, в общем, за работу сколько мы можем взять. Ну, я говорю, ну, хорошо, я позвоню, спрошу, думаю, может им дать, пусть они этот коридор делают. Ну, я не знаю, мне кажется, так как сделает Петя, никто не сделает. Ну, в том плане, что он понимает, что от него хотят. Я Петские ключи могу оставить, доверяю ему. Видите, он даже с моими ключами в Украину уехал. Но Капучино побоялась. Ну, вот опять сердце трещать от успеха. В общем, девочки, вот так. Разводы, мужья, это все фигня. Вот шкафы. Да, самое главное. Ничего на права не зайдите. Девочки, я уже говорила, я не хочу, я боюсь. Простите, я сяду в тюрьму, я убью человека. У меня времени нет. Ну, блин, шкафы не могу повесить. Какая тюрьма? Я пока не повешу шкафы, не сделаю зубы вообще. А вы что? Нет, я не хочу машину валить. Это не мое. Я быстро раздражаюсь. Я могу занервничать. Вы что? Выйду на перекресток и встану там. Нет. Ничего страшного. На своих двух. Кстати, он кто-то подсказал, говорит, типа купите, замерите все, купите, говорит, в Икее онлайн. Я, кстати, Портосу так и сказала. Говорю, я... Постараюсь, говорю, если у меня получится, потому что я не умею этим заниматься. Если мне привезут, это надо. Просто мне самой хочется вот ее поехать. Теперь вот я хочу поехать. Там очень классные, вкусные котлеты. Я думаю, они в Лидоле их покупают. Эти котлеты соус делают. Котлеты обалденные. Картошка там, толченка. Естественно, они ее не чистят, они толкутают. Они уже в порошках разводят. Я хочу посмотреть. Мне надо посмотреть две простыни Саши на диван, на полуторке. Мне надо посмотреть диван в мою комнату, присмотреться. Понимаете? Просто посмотреться, чтобы заразиться идеей, чтобы заразиться мечтой. Чтобы мечтать. Боже, я опять не спать. Это ж ужас меня. Кому-то вот не дают спать норковой шубы. Кто-то мечтает о Малдивах. Я не знаю. У кого-то там, ну, тоже какие-то, да, там материальные такие вот потребности. Боже мой, человек мечтает отремонтировать хату. Всего лишь на всем. Ужас какой-то. Видите, он настолько свежий, что он наш ломается, этот пирожок. Он очень свежий, он просто ломается. Кстати, мне там какой-то вопрос задавали. Я хотела на него ответить, но не помню какой. У меня YouTube не работает, смотрите. Я ваши читаю комментарии с компьютера. Я захожу на YouTube. Давай, давай, давай. Я зашла на YouTube. Нажимаю видео. На мой канал выбираю. Последнее видео. Вот мое видео. Да? Я иду вот так вот вверх. Сканирую. Вот я досканировалась. Смотрите. Видите, здесь такой квадратик. Раньше, когда я на этот квадратик нажимала, вот он. Да? То у вас там получается завтра у меня ногти. То у вас там получается типа нажали, и там вы... Типа старые комментарии, комментарии или популярные. Популярные те, которые набрали популярность, да, среди... Ну, это самая популярная ветка, да, там больше лайков, больше комментариев, то есть больше людей там варится, короче. А новые комментарии, это те, которые поступают там в течение вот там часа, минут. Вот когда я нажимаю на нее, видите, какой у меня значок получается. То есть все. У меня они не идут. То есть у меня они уже все. Они не идут. Они как на блоке стоят. Здесь такая маленькая... Маленький треугольничек. Я опять на него нажимаю. То есть я его с блока снимаю. И тогда я уже могу идти по комментариям. Но у меня они идут все подряд. И популярные, и непопулярные, и популярные, и популярные. Это ужасно неудобно. Это ужасно неудобно. Потому что это... Если там комментарии в 400, да, как из них можно найти последний поступивший? Это... Тем более они еще миксуются между популярными. То есть не то, что там ты пролистал, и у тебя в последнем ряду, типа, последние поступившиеся. Так что, девчонки? Какие его дела? Он прям разваливается. Прям... Ну так, девочка? Ой, какая это обалдежно. Это... В спортзал с этой недели курсы, которые занимаюсь я, ну вот эти вот именно группы, только утром и вечером я на них не попадаю. Именно в зал на тренажерку, вот на тренажер я не хожу, не ходила никогда. Мне не нравится. Я... Ну, не то, что мне не нравится, я даже не пробовала. Но смотря на людей, короче, это скучно. Мне нравится, когда вот все энергично. Мне очень живой человек. Мне иногда говорят, господи, сядь, посиди. Я не устала. Просто я такой человек... Не, ну я, конечно, я когда смотрю телевизор, я лежу. Я не дергаюсь. То есть, с телевизора я легла, ноги положила, руки положила. Я лежу, я не дергаюсь вообще. Ну вот. А если вот так вот сидеть с кем-то разговаривать, нормально, но если сидеть просто, смотреть друг на друга, я не могу. Я не люблю, когда разговариваю, когда орут. Я сама в последнее время стараюсь разговаривать и не повышать тон. У меня, в принципе, это получается, учитывая мой характер. Я не люблю, когда орут, даже с периодичностью. Мне плохо, мне реально становится плохо. В моей жизни сейчас присутствует очень хороший человек, но этот человек вампир. Он начинает орать, мне плохо, меня трусить начинают, меня дергать начинают. Это жесть. Когда этот человек орёт, я ухожу. Ну, то есть я сначала стараюсь держаться. Падает. Я сначала стараюсь держаться. Думаю, я понимаю, у меня земля уходит из-под ног, и я ухожу. То есть я могу стерпеть во благо не себе, да, во благо, потому что мне нужно для детей. Не потому что я сейчас отмазываюсь, типа, я же мать, мне все должны, нет. То есть я знаю, зачем я это делаю. Я, конечно, бомба замедленного действия. я могу долго терпеть, как терпела, наверное, нет. Ну, терпеть, да. но потом я хлопаю от двери, и всё. Пару раз, когда я хлопала от двери, я ставила себя на мысль, что надо от двери хлопать немножко потише, потому что если разобьётся в одной двери стекло, мне потом платить придётся. И я вот, когда человек, любой человек начинает, вот, если я знаю, что этот человек очень, ну, в общем, если я знаю, что человек очень часто повышает голос и орёт, то потом, если я с ним общаюсь, и он только начинает повышать голос, и я знаю, чем это может закончиться, мне уже плохо становится. Надо, конечно, менять таких людей от себя, изолировать, но иногда приходится под что-то подстраиваться. Опять, человек говорит, это такой период жизни, наверное, он тоже дан для чего-то, правильно, как любое испытание вам в жизни даётся, для чего-то, чтобы какие-то мы сделали выводы, чтобы мы что-то поняли, для чего-то явно тебе что-то хотят показать этим. Надо, все, девчонки, мальчики, еще не побежала по делам. всем классно трудовой недели, но у басарам всё будет хорошо, любви, здоровья, самое главное, остальное всё купить по желанию. Если маленькие дети, а хочется уже прям вообще мир перевернуть, терпите немножко. Детки маленькие, отдайте им всю свою любовь, заботу, никуда от вас ничего не убежит, главное, что мечта есть. Мечта есть, ничего от вас, ваша от вас не убежит. Я всегда так себе говорю, моё от меня не уйдёт. То, что моё, то, что мне, оно дано, оно мне дано. Я просто знаю, что я, наверное, настолько в юности похабно распоряжалась всеми удачами, всеми вот этими прелестями жизни, которые мне вот так вот преподносили на подносе. Я, наверное, так к этому относилась с лёгкостью, с такой, что, наверное, мне просто дали вот испытания и сказали, вот если ты хочешь, так как ты не ценила это, всё, что у тебя было, вот сейчас, вот сейчас ты пройдёшь этот путь и докажешь, что ты этого заслуживаешь. Это вот твоя ноша, неси её, сможешь донести до конца, получишь бонус. Нет? Ну всё, всё, всем пока-пока, всем классных выходных, ой, выходных, да, ещё бы, я сама уже на выходные хочу. Вот девочки, ну куда, девочки, 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 куда шкаф-то повесить? Девочки, я ж такое на чужую, я больше на кухне снимать не буду, всё, не буду только снимать в детской и в своей комнате, ну и в туалете. Всё, сейчас такое натворю, сейчас такое натворю, я вообще не пойму, зачем я лезу, если я не умею. Ну, ладно, это тоже опыт, будет что рассказать внукам. Всё, всё, пока-пока, берегите себя, свои близкие, говорит Малахов, мир умерет однозначно, но басарабка.